Ну, нафотно бедапидитиме, бед. Йоу. Они... Уф-9. Эй, что там происходит, ответь! В нафэффективе. Какой сладенький солдатик тут. Я живу с инсектором пушистым. Ааа, что? Всем снова здрасте. По Вархаммеру есть стратегии в реальном времени, 4х, пошаговые, тактические, также есть Diabloid, слэшер, а что там по шутерам? Вообще, когда слышишь новость про очередную игру по вселенной Вархаммер, то осознаешь, что проект будет тупо проклят, так как владелец сорокатысячника никто иной, как гомосексуалист, который раскидывается правами на франшизу налево и направо, и остается только года, через сколько дней очередной шедевр умрет, а его разработчики канут в лету. Конечно, со стратегиями вроде все относительно хорошо, некоторые проекты, такие как Dawn of War до сих пор живы, в них играют и даже устраивают соревнования, кто быстрее отстроит барак и через 2 минуты откусит жопу противнику, выбравшему расу космодесант в качестве мейна, а вот шутерами по Вахе, как говорится, и смех, и грех. Одни проекты признавались сообществом крепкими середнячками, про которые и вспомнить не стыдно, какие-то были рождены в амбициозных обещаниях и разбивались об реальности, а про другие просто забыли. И, как обычно, не будем терять времени, погнали. Вархаммер Болтган. Когда я увидел скриншоты и трейлер игры, я был настроен чуть негативно, ибо зачем платить почти тысячу деревянных, когда есть бесплатный мод на Doom, который в сборке ничуть не хуже. Но сыграв в Болтган, я забираю свои слова обратно. Игра, конечно, неплохая, но к некоторым ее аспектам есть претензии. Например, к пилом мечу, одному из главных атрибутов космодесантника, который здесь выполняет роль вспомогательного оружия, и этакого крюка, благодаря которому можно притянуться к противнику и сделать добивание. Но почему он расположен как нож в Call of Duty? Почему нельзя экипировать его как отдельный элемент вооружения? Это могло бы выглядеть более эффектно, особенно в начале игры, где из оружия есть только меч. Позже игроку подгоняют болтер, без которого космоморяк не космодесантник, и вообще, чё, зря игру болтганом называли? И стрелять с этой штуки тупо кайфово. Каждый выстрел как взрыв оставляет от врагов лишь ошметки. На него еще можно апгрейды найти, типа высокой скорострельности на время. И только я начал возникать про отсутствие тяжелого болтера, как на одном из уровней мне его выдают. И это, ну, тупо пушка, которую можно зажать и превратить еретиков в фарш. Сказал, конечно, пафосно, но на деле все чуть скромнее. Осталось только патронов найти, которые здесь отдельно от болтера. И вообще, сыну императора плевать на вес, ведь с хэви болтера можно спокойно прыгать и силовая броня ведь. Вон в Dawn of War 3 Габриэль Ангелло скрутил сальто в терминаторской броне. Также в игре есть, типа, насмешка, даже не знаю, у кого они подсмотрели эту фишку. Нафига она? Да культист его знает, просто потому что. Дело в том, что враги тупо не реагируют на провокацию. Отдельно хочу отметить неплохой в некоторых местах level design. На это можно смотреть вечно. Сам космодесантник, за которого мы играем, ощущается весьма хорошо. Во время передвижения можно услышать тяжелые металлические звуки шагов. А падение с большой высоты сопровождается грохотом звуком железа. Как бы подчеркивая, чтобы не просто солдат, а самый настоящий генно-модифицированный космодесантник, закованный в силовую броню, готовый в любой момент броситься в бой. И даже гранат ему нипочем, ведь бионика подсказывает радиус взрыва. Нахуй радиус гранат показывать? Я че настолько тупой что ли? А вот бестиарий врагов чуть впечатлил. Тут и культисты, и демоны, космодесантники, и хаосы, и каждый со своей, так сказать, начинкой. Например, чемпионы хаоса рвутся в ближний бой, а тактические действуют на дальней дистанции. Изредка забрасывая игрока гранатами. Есть даже терминаторы с телепортом. У культистов тоже есть чем похвастаться, но увы, они умирают быстрее, чем ты их замечаешь. Ну а нурглиты тупо милые. Сюжет, конечно, уровней сектор говна, слетайте и разберитесь с этим, но плохая новость, твои братья мертвы, держи пила меч, серво череп, удачи. Но это отходит на второй план, когда стартует замес. В целом у разработчиков получился неплохой шутанчик в стилистике первых частей Думы. Кстати, это чудо сделано на четвертом Анриле, и это, кстати, не шутка. Так, стоп. Если видос про шутеры по Вархаммеру, то где Спейс Халк, Дез Винг и Дарктайт? Понимаете, концепция игр уровня 4 и более рыл высаживаться на карту с кучей противников и выполняют задачу? Ну, тупо надоело. Let for Dead, Vermintide, Back for Blood и куча других игр подобного концепта. Складывается впечатление, будь то разработчики не могут придумать что-то новое, а сами проекты очень даже неплохие. Но у меня нет друзей, да и денег на эти шедевры тоже. Так о чем это я? Ах да, переносимся в 2013 год. На E3 анонсировали Вархаммер Интернал Круссей. На презентации была просто куча обещаний. Открытый мир, социальные зоны, гарнизоны, комнаты трофеев, техника, крафт, система экономики и добычи ресурсов, процедурные данжи, динамическая погода, разрушаемые крепости. Система с захватом территории, огромные локации для баталий, сотен и тысяч игроков с каждой стороны. Разные планеты для исследования, система с победой на планете в ходе кампании, которая длилась бы от месяца до трех, и получение за это наград. А в дальнейшем война переходила на другую планету. От таких обещаний даже Питер Мулинье в гробу 40 тысяч раз перевернулся бы со своими деревьями, растущими в реальном времени. Но наступил 2014 год, и разработчики на своих стримах начали продолжать свои обещания. Но когда показали игру, у некоторых появились вопросы. Фанатам же было до лампочки. Они верили каждому слову разрабов, и с нетерпением ждали выход игры. Что игра еще не вышла, а показанная в прямом эфире является сырым билдом, и вообще все будет хорошо. Также у игры была хитрожопая модель продаж. Бесплатно можно было сыграть только за орков. Типа зелена кожи, это гладранцы. И чтобы убить, например, того же космодесантника, нужно минимум 6 зеленых рыл. А вот за космоморяков и других участников космодрамы 40-го тысячелетия нужно было доплатить. В 2015 году игроков пустили на бета-тест. И тут юзерам открылась страшная правда. Половина обещаний была не выполнена. Игроки до последнего надеялись, что бета-тест не приговор. И все будет. А игра, кстати, выглядела хуже, чем Space Marine. Причем игра почти ничем не отличалась от того, что показывали на стримах в 2014. Но вы знаете, какие отговорки были у разработчиков. И вот в 2016 году наступил релиз. В раннем доступе. Задницы игроков плывали от ненависти. Кто-то просил разработчиков отложить релиз. А те, в свою очередь, кормили обещаниями. Мол, это трудно сделать, но у нас же ранний доступ, а мы не обещали. Короче, сделаем как сможем. Сама игра представляла из себя обычный сессионный шутанчик команда на команду. Играть можно было за хаоситов, космодесантников, эльдаров и орков. История с орками-бичами канула в лету. Также в игре были тираниды, которые по задумке должны выполнять роль сдерживающей силы для обеих сторон сражения. Но в релизной версии стали узниками кишкообразной локации, черепашки тираниды, которых мы заслужили. На релизе игра стоила 40 долларов. И это при том, что проект как выглядел будто с бета-теста, так и остался. Когда игроки начали уходить, игра резко переехала на фри-то-плей. Кинув через кайди у тех, кто заплатил за проект. И с этого юзеры, естественно, негодовали. Самый фарс в том, что фри-то-плей сразу открывал все расы. Единственным была замедленная прокачка, что проблемой в принципе не являлось. Также у игры была отвратительная оптимизация. Может, моя топ-машина не тянет этот шедевр? Задавался я таким вопросом, пробуясь я шедевр по советам искушенных геймеров с РП-сервера по Вархамеру. Но все куда интереснее. Как оказалось, в предметах окружения на карте было слишком много полигонов. Например, в декоративной печи 180 тысяч полигонов. Бастион, и это только в полу. 50 тысяч, радар 80 тысяч, дверь фарпоста 29 тысяч. Складывается ощущение, будто за модель отвечал сам Яндер Деф. Только Яндер Дефов не один, а целая команда. Комьюнити выпускает эмод, изменяющий баланс, добавляющий скины. И тут вышли разработчики с Банхаймером и принялись бить всех, кто играл с этим модом. После такого события, львина часть игроков покинула сервера игры. Несмотря на скотское отношение, некоторые юзеры из-за отсутствия альтернатив продолжали играть в Eternal Crusade. Вплоть до закрытия серверов. И вот, 10 сентября 2021 года, игра официально умерла. Сервера были отключены. Комьюнити отреагировало на это по-разному. Одним было грустно, другим было весело. А я там, кстати, был до закрытия, играть пытался. Но, сука, Space Marine игрался лучше. Разработчики умудрились обмануть фанатов на товары, свернуть свой проект и гордо уйти в закат. Сыграть в это детище больше нельзя, даже загрузить никак. И вот так закончился вечный крестовый поход. Теперь переносимся в 2011 год. И там увидел свет Warhammer Space Marine. Это и слэшер, и немного шутер. Честно, это одна из немногих годных игр по 40-тысячнику. Стоит на вторичке в 100 раз дешевле, раздавали несколько раз, еще и со всеми DLC. И даже на сегодняшний день играется лучше, чем Eternal Crusade. В ней даже есть почти живой мультиплеер. Можно вместе с друзьями выносить орков и еретиков. А также сражаться с другими игроками в мультиплеере. Также есть режим с дредноутом. Но даже с наличием всех DLC у игроков никто в него не играет. Я пытался. Не нравятся ультрамарины? Окей, можно сыграть за другие ордены, как в сетевой игре, так и в компании. При помощи модов, правда. Но это все равно лучше, чем Eternal Crusade. Кстати, там скоро выйдет вторая часть. Будем надеяться, что с ней будет все хорошо. Начали за здравие, теперь закончим за упокой. Warhammer Fire Warrior. И в это просто физически больно играть. Не знаю, как у парней со стоп-гейма получилось осилить эту игру. Лично я кое-как ее смог пройти. Даже гвардейцы, осознавая, что находятся в игре Шутанет 2003 года, падают от головной боли. А братья из каста огня вскрываются прямо во время высадки. Сражаться предстоит как с гвардейцами всех цветов, так и со старым наклухопизданутым комиссаром, танкующим весь урон. Ну, в общем-то все. Еще был Warhammer Battle of Sister, но увы, он только для VR. Как вы поняли, с играми по вселенной Warhammer вроде бы и нескудно, проектов куча. А с живыми годными играми получаются лишь единицы. Казалось бы, Games Workshop не против игр по их бренду, но против своих же фанатов. Но это уже совсем другая история. Роли озвучивали Макс Дэвил, Пекарь 69 и Дроклл 777. Также огромное спасибо подписчикам на Бусти, а именно Максу Дэвилу, Табаско Амиго, Мурату Гаджиеву, IQ69, Аковите и Аксону. Большое спасибо за просмотр. С вас, как обычно, палец вверх, подписка, если вы здесь впервые. Все ссылки на группу ВК, Дискорд сервер в описании под роликом. Всем удачи и до связи. Субтитры сделал DimaTorzok